Здравствуйте! Новый генеральный план города Брянска наконец был утвержден на очередной сессии Брянского горсовета 27 июля. Об основных положениях и изменениях главного территориального документа здесь и сейчас нам расскажут глава города Брянска Александр Анатольевич Хлиманков и заместитель начальника управления по строительству и развитию территории города Брянска Максим Викторович Каншаков. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Здравствуйте! Вообще главный территориальный документ был утвержден, надо сказать, наконец-то, 27 июля на очередной сессии, но затянулось его принятие буквально с 2013 года. Расскажите, пожалуйста, в чем были основные препятствия для принятия этого документа? Понимаете, здесь очень важно понимать степень важности и объем данного документа. Генеральный план требует комплексного подхода и тщательной проработки, согласований и учета мнений в общегородских интересах. И работа над генеральным планом началась в 2011 году и проходила в несколько этапов. На первом этапе проводился сбор данных, на втором – непосредственно разработка самого генерального плана. Занимался этим Российский институт градостроительства и инвестиционного развития – Гипрогор. Затем последовал этап обсуждения генерального плана и горожанами было внесено значительное количество различных замечаний и дополнений. Поэтому в 2014 году городской совет на очередной сессии и не принял генеральный план, а отправил его на доработку. В связи с этим была создана рабочая группа в составе 45 человек, куда вошли и депутаты областной думы, депутаты городского совета, представители правительства области и в том числе наши общественные организации. Рабочая группа провела 7 заседаний, на котором было проработано довольно большое количество предложений наших граждан, общественных организаций и всех заинтересованных ведомств, которые участвовали в разработке генерального плана. Все эти замечания затем отправлялись в Гипрогор, и они перерабатывались. То есть Гипрогор была последняя инстанция, которая принимала окончательное решение? Нет, окончательное решение по принятию генерального плана принимает городской совет. Гипрогор перерабатывает эти замечания и дает рекомендации, как сделать лучше в интересах всего нашего города. Проект уже с внесенными изменениями, проект генерального плана прошел, этап публичных слушаний. Мы их проводили во всех районах города, публичные слушания, в том числе в двух поселках наших. Это поселок Большое Пулпино и поселок Радица-Крыловка. И итоговый документ по поводу публичных слушаний, он законодательно оформлен и подписан. В связи с тем, что от Департамента строительства области поступило довольно большое количество замечаний, была создана согласительная комиссия, которая в июне месяце провела два заседания. Все эти замечания были проработаны, отправлены также в Гипрогор, внесены коррективы, если они не требовались. И затем уже документ, этот документ поступил, доработанный документ поступил в Городской Совет. Прошел обсуждение во всех комитетах Городского Совета, затем прошел обсуждение на Малом Совете Городского Совета. И 27 июля, как вы уже и сказали, был принят новый генеральный план развития города Брянска. О различных мнениях общественности на публичных слушаниях мы поговорим чуть позже. Вот какие там проблемные вопросы поднимались, чем были несогласия. А сейчас все-таки предлагаю обсудить основные положения самого генерального плана. Давайте поэтапно, сколько, например, в процентном соотношении вода на территории под рекреационной зоной. Я думаю, Максим Ильич, на то вопрос ответит. Если говорить про рекреационную территорию, то, соответственно, генеральным планом города Брянска учтено, что озелененных территорий в пределах муниципального образования городской округа Брянска должно быть не менее 40%. Причем эти территории складываются из различного рода назначения территорий. Это начиная с территории общего пользования, заканчивая территориями природных открытых ландшафтов. Плюс к этому складываются еще эти проценты из тех озелененных территорий, которые относятся к территориям ограниченного использования. То есть это те зеленые насаждения, которые находятся у нас на территориях школ, дошкольных образований, территории стадионов и так далее. Плюс это те озелененные территории, которые находятся у нас внутри квартальные. И плюс 30% это территории относятся к территории усадебной застройки, то есть озелененной территории ограниченного пользования в пределах индивидуальной жилой застройки должны составлять не менее 30%. Скажите, пожалуйста, сколько территорий отдано в процентном соотношении под застройку жилыми многоквартирными домами, под учреждения, социальные сферы, спортивные объекты, школы, детсады, то есть социальные направления? Если говорить о процентном соотношении, мы такой расчет проводили. Этот расчет основывался на карте функционального зонирования, четвертом разделе генерального плана. Порядка 6% у нас отводится под многоэтажные многоквартирные жилые дома, высотные застройки. То есть это от 9 до 9 этажей выше. В отношении среднеэтажной застройки, то есть таких процентов порядка 4%. Малоэтажных многоквартирных жилых домов, ну, около 2%. И, соответственно, самый большой объем жилищного строительства, это что в отношении индивидуальной жилой застройки. То есть около 20% всей территории муниципального образования отводится под индивидуальную жилую застройку. Что касается административных учреждений, то есть это мы говорим, какие-то торговые, офисные сооружения, то есть школы, дошкольные учреждения. У нас относятся к этим объектам, еще к административно-деловым. Объекты здравоохранения, объекты спорта. То есть в процентном отношении все эти объекты общественно-деловой зоны занимают порядка 6%. 6% всей территории. Да, но конкретно говорить по территориям школ. Дело в том, что территории школ и детских дошкольных учреждений, они могут размещаться абсолютно в любых функциональных зонах, начиная в жилых, общественно-деловых, каких-то специализированных. И процентное отношение, оно может быть, ну, немного выше по одной простой причине, потому что перечень вес всех детских дошкольных учреждений и школ, он отображен в генеральном плане в пояснительной записке, и сложно рассчитать эти территории, то есть их может быть гораздо больше. Причем размещение вот этих детских садов, школьных, школ, оно учитывалось в генеральном плане с учетом шаговой доступности. То есть проектный институт Гипрогор, он размещал эти школы. То есть если построен какой-то жилой комплекс, да, квартал с многоквартирными домами, очень хочется, чтобы где-то в этом же месте находилась и школа, и детский сад. То есть это как-то предусмотрено, вот именно план? Давайте мы будем говорить о том, что если у нас существует уже застроенный микрорайон, мы там тоже в новом генеральном плане предусматривали строительство новых школ и детских садов. А, например, такая территория, как Старый аэропорт, который еще только застраивается, там конкретно отведены места для строительства и новых школ и детских садов. Понятно. То есть это все предусмотрено. Ну вот неоднократно власти выступали с заявлениями о том, что они будут бороться с точной застройкой, потому что, согласитесь, недостаточно дворовых территорий, парковочных мест это вообще беда. Вот здесь как-то предусмотрено решение вот этих проблем, чтобы дворовые территории были не дом с домом в метре, а, например, как положено по законодательству. Понимаете, в чем дело? Проектное решение генерального плана является основанием для разработки последующих документов. И один из основных документов, который через определенный период времени, я не сомневаюсь, что мы его примем в этом году, это правила землепользования и застройки территорий. И когда будет принят этот документ, генеральный план и вот эти правила землепользования и застройки, благодаря внесенных в них ограничениям, позволят более качественно и ответственно планировать территории города Брянска. Ну, конечно, генеральный план не гарантирует отсутствие в областном центре вот таких явлений, как точечная застройка и недобросовестных застройщиков. Однако он позволит более эффективно проводить мероприятия по предупреждению и пресечению фактов вот такого строительства. Интересно. Скажите, пожалуйста, вот по поводу кубличных слушаний мы начали с этого программу. Понятно, что проходили они не столь гладко, как хотелось бы. Общественность города была возмущена, например, я не знаю, насколько это объективно или нет, тем, что собираются застраивать застройщики такие вот особо охраняемые природные территории, как Нижние и Верхние Сутки, территорию вокруг Рощи Соловьи. Правда или нет? И что в новом плане сейчас существует? На общественных слушаниях это вполне естественно высказывали совершенно различные мнения. И это совершенно нормально. У общества, у каждого человека есть свой взгляд, в том числе и на развитие города Брянска, на новый генеральный план. Но общественные слушания, большинством голосов были приняты те документы и те поправки, которые обсуждались на этих общественных слушаниях. Генеральным планом предусматривается сохранение и обеспечение режима охраны памятников природы. Это Верхние и Нижние Сутки и территория Рощи Соловьи. Генеральный план не является документом, который устанавливает их границы. Особый правовой режим использования этих территорий установлен постановлением Брянской областной думы от 8 сентября 1994 года. И границы этих территорий, конечно, меняться не будут в сторону уменьшения. Ну, соответственно, я немножечко не поняла из вашей речи, будут ли они застроены или они останутся в статусе «не застроены». Потому что несколько высоток уже мы наблюдаем. Как вы не поняли, когда я сказал, что генеральный план предусматривает сохранение и обеспечение режимов охраны памятников природы. Все понятно. То есть это памятник природы и какая-то строительство, такая коммерческая деятельность на территории этих территорий, она запрещена законом. И, соответственно, новым генеральным планом границы не изменены. Нет, конечно. Скажите, а что касается Деснянского лесопарка и озер Орлик, территории вокруг? Максим Викторович. Ну, если мы говорим в отношении территории, которая окружает озеро Орлик, то есть в отношении этих территорий сохранена зона, частично там идет зона отдыха, это, соответственно, там, где у нас пляж расположен. Частично эти территории озеленены на территории общего пользования, то есть никакой застройки вокруг этих озер не планируется. То есть сохраняется полностью рекреационная территория. В отношении Деснянского лесопарка, то, соответственно, это, имеем в виду, место, где у нас улица Ульянова, то есть там также сохраняется эта территория рекреационная, то есть под цели, связанные с озелененными территориями общего пользования. Давайте теперь поговорим о транспортной инфраструктуре. Предусмотрено ли строительство новых дорог, кольцевых развязок, подземных, надземных переходов вот в этой сфере? Потому что скоро мы будем задыхаться в пробках, это уже, в принципе, очевидно. Ну, к сожалению, проблема всех больших городов, и не только проблема города Брянска, пробки, затруднения движения. В данном разделе, в генеральном, данному вопросу, в генеральном плане посвящен целый раздел, в котором предусмотрены и первоочередные мероприятия по развитию внутригородской транспортной системы, и дальнейшие мероприятия. Если говорить о первоочередных, то, например, там запланирована в красных линиях дорога, которая свяжет Фокинский и Володарский район. А вы можете сказать, где она будет проходить, или это еще абсурдается? Ну, я могу... Нет, почему? Я же уже сказал, что эта дорога, она уже в красных линиях, там отведена территория для прохождения этой дороги. Эта дорога начнется, если ориентировочно сказать, от Московского проспекта около торгового центра метро и выйдет к железнодорожному вокзалу. То есть она будет проходить через... Ну, она будет проходить по пойме, там, Снежке, по... рядом, там, есть территория городских лесов, рядом с городскими лесами, и выйдет вот как раз на кольцо, которое недавно мы ввели в эксплуатацию около железнодорожного вокзала. Ну, то, что обсуждалось все-таки и в СМИ, и с жителями города, о том, что дорога может проходить через спортпарк «Варяг». Здесь вот можно что-то прояснить? На самом деле, в генеральном плане, тоже в красных линиях, дорога, которая свяжет советский район и улицу речную, там запланирована. Но дело в том, что она... Эта дорога как бы перспективное развитие. Дальше, там, будет она проходить, там, или не будет она проходить, я думаю, что это еще будет долго обсуждаться, мы не сомневаясь. Опять же, будем по этому поводу проводить общественное слушание, и тогда уже придем к этому решению. То есть, но, тем не менее, красными линиями в тем плане она обозначена? Красными линиями в генеральном плане она обозначена. К сожалению, понимаете, дело в том, что генеральный план — это документ, который должен учитывать интересы всех жителей города Брянска. Но, к сожалению, иногда в ущерб интересам какого-то коммерческого предприятия или отдельного лица. Могу сказать больше, вот, например, Причево-языцех — это Городичинская горка, это узкое место, которое существует, которое создает пробку при движении из Биржевского района в Советский район и наоборот. На сегодняшний день уже есть проект планировки территории, есть красные линии. И не могу сказать точно, но я думаю, что в августе месяце будет объявлен муниципальный выкуп вот тех домов, которые мешают расширению этой дороги. — Вы имеете в виду частный сектор, который находится слева и справа? — Да, да, да. — То есть это будет снос и прокладываться? — Будет объявлен муниципальный выкуп, этим жителям будет компенсирована стоимость их строений, насаждений, и будет расширена дорога. — Там ведь пробку еще создает и Первомайский мост, потому что сама трасса-то, в принципе, достаточно широкая, а вот все упирается туда. Пока там ремонтные работы нет. — Вы сами видели, что Первомайский мост строится новый, да? И на сегодня он уже перекрыт полностью балками, к концу года он будет достроен. Но это только первый этап. Второй этап — это реконструкция и капитальный ремонт существующего моста, по которому идет движение. То есть будут функционировать два моста. И внизу будет организована совершенно новая схема движения. Там будет движение организовано по кольцу. То есть там не будет светофора, и движение значительно ускорится. — То есть немного разгрузится эта трасса. — Я думаю, что там пробки, когда мы все это запустим, там не будет. — По поводу подземных, надземных переходов. Что-то принятое как-то может отразиться в генплане или нет? — Генеральный план, я же вам сказал, это объемный документ. Он, конечно, не планирует ни надземных, ни подземных переходов. Это планирование вот таких вот сооружений. Это уже документы, там, правила землепользования и застройки. — Городская администрация совместно с ГИБДДС и так далее. — На самом деле в городе существует проблема именно нерегулируемых пешеходных переходов. К сожалению, у нас есть места нерегулируемых пешеходных переходов на том же Московском проспекте через шесть полос. Но на сегодняшний день это очень небезопасно. И мы с вами прекрасно знаем, что, к сожалению, на этих пешеходных переходах периодически иногда травмируются наши жители. Эту проблему надо комплексно решать. И на самом деле эти переходы или оборудовать светофорными объектами, хотя это замедляет движение транспорта, или создавать подземные переходы. — Тем не менее, это все-таки способствует безопасности, это самое главное. Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, вот такой вопрос. Вот вы говорили, что пока это обсуждается, там, те же дороги, будет она проходить через спортварк «Варяг» или не будет. Вопрос следующий. Все-таки принятый документ, он окончательный или туда можно вносить различные изменения еще по согласованности с общественностью, после слушаний и так далее? — Итоговый документ, вот генеральный план, который был принят в июле 2016 года, конечно, это окончательный документ, который будет действовать на много лет вперед. Но вы же понимаете, что жизнь не стоит на месте, меняются различные социально-экономические условия, увеличивается количество транспорта, есть потребность в создании каких-то других зон в городе. И если такая потребность возникнет для муниципального образования в городе Брянск, то после проведения публичных слушаний, и этот документ поступит в городской совет, конечно, могут вноситься и дополнения, и изменения в действующий генеральный план. — Это я просто к тому, что вы должны понять, что у нас множество зрителей, жителей нашего города, которые выслушали, что Александр Анатольевич замечательно рассказывал, что, например, те же природоохранные зоны будут не тронуты. А потом способом каких-то внесенных изменений, корректировок, там вырастет какой-то многоэтажный, много-многоэтажный дом. — Нет, нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что вот эти зоны, они, можно сказать, они на все время действия генерального плана. И, конечно, эти зоны, они в течение последующих 20 лет не будут меняться. Это легкие города Брянска, и никто изменять их не будет. — Спасибо, что вы заверили и успокоили наших жителей. Скажите, пожалуйста, но все-таки общественный совет города Брянска уже принял этот документ, рассмотрел, или он, в принципе, должен был это сделать до принятия? — Если генеральный план уже утвержден городским советом, то какой смысл тогда общественного совета его рассмотреть? На всех этапах разработки генерального плана общественный совет активно участвовал в обсуждении генерального плана и, в том числе, вносил свои предложения, которые учитывались при разработке этого документа. — Не могу не задать следующий вопрос. Дело в том, что фракция КПРФ, городского совета народных депутатов, недавно опубликовала заявление, которое в одном из интернет-изданий СМИ о том, что новый генплан противозаконен. Есть нарекания по процедуре принятия, а также по основным положениям. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию? — Вы знаете, данное заявление, оно, конечно, пусть останется на совести КПРФ. Дело в том, что генеральный план разрабатывался, утверждался в соответствии со всеми нормативами и документами. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, градостроительным кодексом, земельным кодексом и иными федеральными законами. — И принят он со всеми корректировками в установленном законном порядке. — Скажите, пожалуйста, а может ли фракция КПРФ опротестовать его в суде, как она собирается сделать? — Ну, это право любого гражданина, в том числе и фракции КПРФ, не соглашаться с какими-то принятыми документами городского совета и обращаться по этому поводу в любые инстанции, в том числе и в суд. — Ну что ж, большое спасибо, что сегодня пришли. Я думаю, что мы обязательно еще в будущем встретимся в этой студии, будем детально обсуждать, когда, в принципе, новый генеральный план уже начнет реализовываться по полной программе. Ну и в завершении расскажите, пожалуйста, все-таки были ли учтены все мнения жителей нашего города, потому что общественных слушаний было много, они были горячими, дебаты были жуткие. Поэтому вот есть ли сейчас нарекания стороны общественности? Вот такой мой последний вопрос. — Спасибо большое, что пригласили нас в студию. Мы готовы встречаться с нашими жителями и обсуждать, и объяснять любые положения генерального плана. Могу сказать, что огромное спасибо нашим жителям, что они приняли активное участие в разработке генерального плана, причем-то своих предложений или каких-то критических замечаний, которые были высказаны в процессе работы и общественного совета, и общественных слушаний, и так далее. Но на сегодняшний день мы готовы выслушивать любые критические замечания, которые будут поступать от жителей города. Вот прошел месяц со дня принятия генерального плана, ну не меньше, а меньше месяца, но пока что ко мне, да и в управлении, наверное, по развитию территории никто из горожан не обращался, что вот этот генеральный план принят неправильно и там он не имеет права на жизнь. — Скажите, пожалуйста, еще такой момент. Все-таки доступен ли генеральный план для жителей? Где можно с ним ознакомиться? — Генеральный план у нас находится в открытом доступе на сайте городского совета, в том числе и графическое изображение, и полностью описательная часть. — Спасибо большое, всего доброго. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.